Добрый день! Я Эльмир Мамедова, снова с вами в нашем садовом центре Красная Нива. Отвечаем сегодня на вопрос по поводу такого известного растения, как олеандр. Что я хочу сразу сказать тем людям, которые хотят в доме завести олеандр. Занятия неблагодарные, прямо скажем, по нескольким поводам. Первый повод. Посмотрите, пожалуйста, вот растение, которое у нас здесь, в теплице. Не купили его вовремя цветущие, вот оно осталось. Вот как оно выглядит. То есть если на олеандре нет цветов, то выглядит это весьма, на мой взгляд, плачевно. Вот посмотрите большой куст олеандра, при том, что он простоял у нас все лето на улице. Я не могу сказать, что это такой пышный, обросший, красивый куст. Ну, в природе, когда мы видим олеандры, это тоже, собственно говоря, вот как кротоны. Это палка, дальше много палок и дальше хвостики на концах. Конечно, когда олеандр цветет, то другое дело. Но он цветет раз в году и, в общем, я бы не сказала, что очень долго. Поэтому не то, что я вас отговариваю от того, чтобы держать олеандр в доме, но много раз подумайте, нужно ли вам это растение. Вот есть ряд растений, которые прекрасно, хорошо себя чувствуют в культуре, а олеандр, конечно, в культуре выращивается. Вы приезжаете куда-то, например, в турецкий отель или там еще где-то, и вокруг растут олеандры. Вот там, на открытом воздухе, при хорошем уходе они более-менее хорошо выглядят, да еще при этом цветут. В доме, конечно, выглядит это все не очень хорошо. Цвета им не хватает. Они очень и очень поражаются паутинным клещом. А у нас с вами в квартирах зимой сухо, и поэтому клещ процветает, и это растение, то, на которое он сядет, начнет развиваться и еще заразит все вокруг. В общем, вот из этих соображений я, конечно, не рекомендую брать олеандр в дом. Дальше, когда олеандр цветет, он, конечно же, очень сильно пахнет. И если у членов вашей семьи есть хоть какая-то аллергия на запахи, то тут уже просто надо его выносить куда-то, и, соответственно, многие люди этот запах не переносят. Начинает болеть голова и так далее. Ну, в общем, ничего положительного я сказать о нем не могу в доме, только на улице. Поэтому 250 раз подумайте, прежде чем завести. Но уже если вы его заводите, как за ним ухаживать? Ухаживать за ним таким образом. Стоять обязательно, это растение должно на окне, на хорошо освещенном окне. А у нас впереди зима вот сейчас. И, естественно, что света мало, просто световой день очень короткий. Но олеандр не то растение, понимаете, из-за которого надо в доме держать какую-то хорошую досветку. Просто, мне кажется, оно того не заслуживает. Ладно, если у вас там коллекция орхидеи или кактусов, тут мне уже понятно, когда стоят там, я не знаю, там 100 растений, и вы делаете для них досветку. Но для одного олеандра смысла никакого нет. Поэтому, естественно, у него не будет вот таких красивых зеленых листьев. Они будут вот такие, слегка желтоватые. Ну, и часть из них, безусловно, опадет. Дальше. Полив должен быть умеренным. Олеандр не любит, когда его заливают, и не любит, чтобы его пересушивали, потому что листья сразу же попадают. Ну, и, конечно, как профилактика от клеща, нужно опрыскивание обязательно. Потому что, если в доме сухо, а в доме, в квартирах у всех сухо зимой, то, естественно, первое растение, на которое сядет клещ, это будет олеандр. Так что вот, имейте это в виду. И, соответственно, не знаю, надо очень и очень хорошо подумать, прежде чем его заводить. Потому что у нас много растений, которых мы заводим ради цветения, но у них и вегетативная как бы часть, она тоже хороша. И если даже растение не цветет, то растение выглядит, в общем, вполне прилично себе. Ну, олеандр, конечно, не из этого числа, поэтому не знаю. Вот про уход я вам все рассказала, а уже дальше думайте, нужно вам в доме или нет. Но хочу сказать, что, конечно, сортов выведено очень много. Олеандры есть белые, розовые, красные, ну, каких только нету. Вот, и, соответственно, во время цветения это впечатляет, безусловно. Но еще как это в доме зацветет, это тоже вопрос. Потому что для того, чтобы растение вообще зацвело, ему нужен цвет, нужно эти цветочные почки хорошо сформировать. Вот боюсь, что у нас с вами в квартирах или в домах света недостаточно для того, чтобы вот так красиво сформировались почки. Ну, вот приведу вам пример, например, азалии. Ну, понятно, что есть любители, которые этим занимаются, создают им холодный период, и тогда, конечно, азалия зацветает так хорошо. А вот так, в принципе, если у вас азалия живет на окне, то то, что вы купили изначально в магазине, когда куст был усыпан цветами, и то, что потом у вас появляется дома, это, понятно, вещи совершенно несопоставимые. Потом 2-3-4 цветка, и это уже счастье. Вот то же самое происходит с олеандром. Ну, в общем, думайте, решайте, нужно вам это растение или нет. Я все рассказала. А, да, да, еще вот мне подсказывает мой оператор о том, что спрашивали, как укоренить олеандр. Олеандр укореняется очень плохо, черенкуется плохо. Можно попробовать сделать отводку. Мы когда-то показывали, да, как делать отводки. Помнишь, в самом начале мы показывали. Как раз тоже просят насчет салли, надо показать еще раз, как мы отводку делаем. Да, ну, хорошо, мы покажем еще, покажем специально, будет специальный сюжет, как сделать отводку. Ну, в общем, надо, конечно, попробовать на олеандре сделать отводку. Ну, сейчас я делать не буду, просто расскажу. Вот смотрите. Вот, например, на ветке у нас поближе, вот где побег еще молодой, вот поближе к верхушке, у нас есть листовые узлы, вот на них как бы виден след листовой, здесь были листья. Вот под этим следом, как, собственно говоря, и срезается черенок, мы делаем кольцо, срезаем колечко тоненькое из коры. После этого обхватываем вот так, хорошо-хорошо смоченным мхом, сфагнумом, и завязываем это все в пленку, делая конфету. То есть с одной стороны мы завязываем, и с другой. Вот этот узел, и под ним это колечко оказывается в середине этой отводки. Ну, Володь, ты потом давай подснимем, вот как отводка, это выглядит, по крайней мере. А как-то покажем еще раз, но у нас уже такой сюжет был. Вот, и ждем дальше, что это будет. В лучшем случае, эту отводку надо делать, конечно, ближе к весне. И в лучшем случае, в течение определенного какого-то времени, все-таки олеандр даст корни, но это будет не быстро. Если фикус весной дает корни в отводке в течение буквально двух недель, ну, максимум месяца, то у нас есть растения типа Евгении, которые дают отводки, корни в отводке дают через год. Вот олеандр, я думаю, из таких тугодумов. Если вообще даст корни. А вообще вот так черенкуется он плохо. Мы несколько раз пробовали его черенковать. Может быть, это мой опыт. Я не могу вам ничего сказать. Но, во всяком случае, вот на своем опыте, вот так я вам скажу, что лучше уже делать отводки, чтобы зря просто не резать и не бросать черенки. Вот, ну вот, наверное, все. Смотрите нас, будем рассказывать про другие растения и про все манипуляции, которые с растениями вообще проделывают люди. Всего вам доброго, увидимся снова.